Американская компания General Dynamics расширяет возможности для строительства и ремонта новых атомных подводных лодок. В рамках подписанного контракта между General Dynamics Electric Bolt и Astell USA, компания расширит собственные мощности для строительства субмарин типа Вирджинии и Колумбия. Стоимость сделки составляет 450 миллионов долларов, что позволит Astell USA расширить инфраструктуру на своей верфи в Мобайле, штат Алабама. В рамках контракта эта верфь будет проектировать и строить новый завод для изготовления и оснащения отдельных частей для подводных лодок. Строительство нового объекта, по плану, должно начаться осенью 2024 года, а его завершение ожидается в 26-м. Этот контракт еще больше укрепляет промышленное партнерство Astell USA с General Dynamics Electric Bolt для увеличения мощности промышленной базы подводных лодок, сказала Мишель Крюгер, президент Astell USA. На фоне увеличения заказов на новые атомные подводные лодки промышленность США начала сталкиваться с недостаточным количеством мощностей для выполнения плана. Так, компании, которые изготавливают атомные подводные лодки, имеют лишь небольшое количество предприятий, способных ремонтировать их. Контракт был подписан через несколько дней после того, как ВМС объявили о заключении отдельного соглашения с частным инвестиционным фондом United Submarine Alliance Qualified Opportunity Fund LP, направленного на развитие промышленной базы подводных лодок. Эта сделка, которая включала 152 миллиона долларов инвестиций в МФ через Astell, предусматривает приобретение верфи Alabama Shipyard, площадью 355 акров, расположенной рядом с собственными мощностями Astell.